ОМЗАП Капотня 32 Давайте пройдем посмотрим Чем живет сегодня Кузовной цех Вот такой прекрасный автомобиль Сегодня у нас в работе Самая распространенная Неисправностью кузовной И так с обоих сторон В общем-то фабула данного мероприятия такова Будет вырезаться порог Нижняя часть Усилитель Который стоит Внутри Сейчас вскрытие покажут Вот так вот выглядит Большинство порогов автомобиля Hyundai Grand Starex Начиная от начала их производства И года где-то так до 2014 Подходим к самому интересному Вот место где устанавливался домкрат Под порог Оно полностью сгнило насквозь Вместе с задней частью Внешней Если видно Давай покажу Так же полностью сгнила арка Передняя Первоначально Оговаривали с клиентом Чтобы быть заменена только внешняя часть Вот так вот Вот так вот она выглядит Внешняя часть и часть вот этого Передней двери Порог Сейчас переговорили с клиентом Объяснили ему ситуацию Что здесь по-хорошему надо менять И внутреннюю составляющую порога На что клиент сказал Что делать он этого не хочет Никогда ему этим заниматься Да и Нет у него средств На этот ремонт Вот это мы сейчас вырежем Вот пассив Чтоб наша совесть была чиста Поменяем все же вот эту часть Внутреннюю и внешнюю Вот такой кусочек приготовили сюда Самое ужасное место Субтитры сделал DimaTorzok Вторая часть внутренняя варина Остается еще третья Вот эта Потом только внешнюю Порог Получается впереди будет из четырех частей Состоять Внутренняя часть усиления Порога Три части внутри И внешние четырех Вот третья часть нашего сэндвича Продолжается преображение нашего грандстаркса Внешняя часть Прихвачена Сейчас провариваем и начинаем улзить Улзение швов новых элементов Со старыми Важный момент Для того, чтобы отсрочить возникновение последующей коррозии В местах прилегания элементов Обязательно нужно хорошенечко все это дело запаять Паяется это специальным раствором Вот так вот выглядит Волшебный химический состав Для пайки Лужения Автомобильных элементов Кому интересно Можете потом погуглить Найти Почитать описание Химический состав этой пасты Позволяет проникать В структуру железа И противодействовать окислению быстрому Каким методом мы проходим полностью Все стыки Ни один серьезный ремонт, ребят, не обходится без шпаклевания Или шпаклевания, как вам больше нравится Многие, конечно, относятся к этому материалу Пренебрежительно, можно сказать И думают, что если где-то какая-то шпаклевка То это все конец света Машину Можно списывать в утиль Но это не так В профессиональных руках этот материал Делает просто чудеса Какой приемлемый, Саш, слой До скольки миллиметров Толщиной можно наносить Без ущерба, так сказать 0,5, да А еще такой вопрос скажи Вот я наслышан Есть такой материал, который бьется прибором Всем прибором бьется Или Непрофессиональными переборами Или нет такого материала Есть, но это наносится после шпаклевок специальный Какой-то тонкий состав Такая пластиночка Типа суциального золота Такая задумка была Самая пыльная работа завершена Оклеили Приступаем к нанесению грунтов Первым по очереди идет кислотный грунт Наносится он на чистый металл Для предотвращения окисления последующего Ждем где-то до 20 минут Пока он не вступит в реакцию с металлом Потом сразу наносится Два слоя грунта-наполнителя После грунта-наполнителя Автомобиль переезжает в камеру Тут, конечно, по-хорошему С этой машиной надо было делать реставрацию Потому что весь кузов Куда ни посмотри Везде Присутствуют очаги коррозии В различной степени Начиная от мелких Рыжиков Заканчивая сквозными дырами Весь кузов Вот в таких мелких Уже достаточно Ржавых В царапках И В точечках Режавы С dive Сrav Наносим антигравий. Обязательная процедура для защиты порогов от стороннего воздействия. Также пришлось повозиться с пятой дверью. Тут уже были такие очаги коррозии. Ну, вы сами видели. Все подготовили. Приступаем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Будем завершать наше видео по ремонту этого замечательного автомобиля. Пройдемся, посмотрим, что у нас получилось. То есть в итоге задняя крышка. Как вы видите, выглядит потрясающе просто. Особенно если смотреть вот с такого угла и сравнивать элемент, который не подвергался нашему воздействию. И элемент свежеокрашенный. Вообще я хочу порадоваться за владельца, что он нашел все-таки ресурсы, силы и возможности обновить свой автомобиль. Достаточно непросто это делать сейчас. Все дорого. Материалы дорогие, комплектующие дорогие, работа дорогая. Бесплатно, естественно, никто это делать не будет. Даже если вы захотите сами отремонтировать свой автомобиль, вы должны будете потратить достаточно большое количество времени. Напомню еще раз, задняя крышка, ремонт, восстановление. Да, тут были сквозные очаги коррозии. Ремонт порогов. Вот так вот было окрашено. Двери, конечно же, у нас в удручающем состоянии, но двери можно поменять элементами, если будет возможность найти в более достойном состоянии или в цвет. Можно будет заменить без окраски. Передние двери тоже требуют внимания уже. Ремонтировать их, конечно же, смысл уже никакого нет, так как там рассваиваясь уже металл. Их надо только менять. Здесь вот так выглядит. Тоже вот так было окрашено. Бампер не ремонтировался. Ремонтировалось два передних крыла. Да, двери, конечно, тут уже все, конец им. Тут еще вон фольга. Где фольга? Вот она фольга. Вот так это выглядит. А вот так выглядит новый порог. Вот так выглядит новый порог. Сейчас завершаем сборку. По сборке тоже много нюансов, так как неоднократное вмешательство уже было в конструктив автомобиля владельцам. Везде все поотломано. Пистоны, закладные, везде уже нештатные болты. Добавляет работы, в общем-то. Ну и самое интересное, это, конечно же, цена вопроса. В среднем ремонт одного порога до 40 тысяч. И сложных в каких-то случаях, когда уже восстанавливать почти нечего. Ну, может быть, дешевле. Окраска одного элемента где-то от 12 до 20. Если ремонт сложен, то, конечно, подороже. А если незначительный, то 12 тысяч. Ну, в целом, на этом все. А, нет, не все. Я же хотел еще вам показать самое интересное. Сейчас найду фонарик. Фонарик, фонарик, фонарик. Фонарик. Да, да, да. Леха, дай фонарик. Лёхе, нет. Что это? Ужасно. Чё, тебе не понравилось? Ты видела? Это вообще... Я бы будто пираньи покусали. Нет, фонарик? А где фонарик? Ты куда дел? Армон, я возьму фонарик у тебя. На 5 сек. У меня на камере. Да, у меня-то нету фонарика. У тебя хорошо на камере. А вот, что я хотел показать. Тут же были произведены работы по замене кронштейна-подрамника. Вот такой вот домик был сооружен из металла. На это тоже, как войдет, пришлось потратить. Если мне не изменяет память, 20 тысяч стоит вот такое вот изделие. Ну, тут вообще была труха уже, поэтому не было других вариантов. Пришлось изобретать вот такие вот устройства. Ну и в целом, на этом все. Пожелаем автовладельцу терпения и мужества в дальнейшей эксплуатации этого уже немолодого автомобиля. Всем спасибо за просмотр. Приезжайте к нам в УМЗАП на ремонт. Будем рады вам помочь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok